Если вы считаете, что ваши трудовые права нарушаются, законодательство представляет широкий выбор средств для их защиты. Можно заняться самозащитой своих прав, привлечь профсоюзный орган, обратиться в комиссию по трудовым спорам, пожаловаться в инспекцию Роструда или в прокуратуру. Наконец, пойти в суд. Сегодня в программе расскажем о способах защиты индивидуальных трудовых прав. Это программа «Прокурор в тиме». Я представляю гостю в студии Оксана Вячеславовна Алексеева, заместитель прокурора города Самары. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Ну что же, защита трудовых прав граждан – тема нашей сегодняшней программы. И я, пожалуй, первым вопросом попрошу вас рассказать о роли прокуратуры вот именно в этой теме, в этом самом главном, пожалуй, вопросе для наших граждан. Елена, я с уверенностью могу сказать, что надзор за соблюдением трудовых прав граждан является наиболее приоритетным на сегодняшний день в деятельности органов прокуратуры. Поскольку ни для кого не секрет, что определенные экономические процессы в стране привели к кризису, который охватил много предприятий, организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей. Очень много людей остались без работы. Соответственно, сейчас в приоритете органов прокуратуры стоит защита трудовых прав граждан и принятие всех необходимых мер к восстановлению нарушенных прав. Так, органами прокуратуры городского округа Самары на сегодняшний день выявлено более 4 тысяч нарушений трудовых прав граждан. Это за какой период? Это за 6 неполных месяцев этого года. В целях защиты прав граждан в суды предъявлено более тысячи исковых заявлений. Более 250 представлений об устранении нарушений внесены в адрес руководителей, индивидуальных предпринимателей, по результатам рассмотрения которых более 180 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. За нарушение законодательства о труде и об охране труда более 250 должностных лиц привлечены к административной ответственности. Плюс по материалам прокурорских проверок, направленных в порядке 37 уголовно-процессуального кодекса, возбуждено 20 уголовных дел по фактам нарушения сроков выплаты заработной платы. Ну о чем это говорит? Это говорит о том, что права граждан нарушаются, опять же, в последнее время с учетом экономической ситуации, совершенно верно вы сказали, и это еще говорит о том, что граждане неравнодушно относятся к своей судьбе, к своей работе и ищут защиту в лице прокуратуры. Согласна. На сегодняшний день количество таких обращений значительно, можно сказать, возросло. И в каждом случае мы индивидуально подходим к рассмотрению обращений и пытаемся всеми силами и всеми мерами восстановить и принять меры к восстановлению именно прав граждан. Если речь идет о невыплате заработной платы, то мы, разумеется, ставим перед собой конечную цель именно выплату заработной платы. Если работодатель отказывается оформить трудовые отношения, то для нас как цель это заключение трудового договора, не только привлечение к ответственности, но вот именно оказать содействие вот в таких условиях сложных не только работодателю и работнику, но и в целом к урегулированию возникших проблемных вопросов. Ну и конфликтов, конечно. Давайте, вы сейчас общий пример привели, а я все-таки попрошу остановиться на более частных. Так вот, какую ответственность несет работодатель за прочие, кроме задержки зарплаты, нарушения трудового законодательства, условия коллективных договоров, соглашений, ну и, конечно же, трудовых договоров? – Елена, в каждом случае работодатель, как юридическое лицо, так и индивидуальный предприниматель несут ответственность за нарушение трудового законодательства, как административную, так и уголовную. В Кодексе об административных правонарушениях нашей страны на сегодняшний день имеется блок статей, которые предусматривают ответственность раздельно за нарушение законодательства о труде. Это целый блок нарушений. К таким нарушениям относится в целом нарушение норм трудового права, уклонение от заключения трудового договора, нарушение сроков, выплаты, заработной платы, пособий, стипендии, в случае, если действия работодателя не образуют состава уголовно наказуемого деяния. А также в Кодексе об административных правонарушениях есть блок статей об ответственности работодателей за нарушение законодательства об охране труда. Речь идет о таких нарушениях, как непроведение, либо отказ проведения специальной оценки условий труда, невыдача работникам средств индивидуальной защиты и так далее. Вы сказали об уголовной ответственности. В таком случае у меня вопрос, в каких случаях предусмотрена именно она за невыплату заработной платы от работодателя? Елена, уголовная ответственность для работодателя наступает в случае, если им допущена частичная невыплата заработной платы сроком более трех месяцев. При этом законодатель под частичной невыплатой заработной платы подразумевает выплату заработной платы в размере менее половины от положенных к выплате сумм. А также предусмотрена ответственность за полную невыплату заработной платы в течение двух месяцев, либо выплату заработной платы в этот же срок в размере менее минимального размера оплаты труда. Но поскольку на сегодняшний день мы вынуждены жить вот именно в таких условиях, то законодателям предусмотрена и возможность освобождения работодателя от уголовной ответственности. К примеру, в случае, если работодателям впервые совершено такое преступление и им приняты меры к полному погашению задолженности по заработной плате в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела с уплатой всех причитающихся работнику процентов за несвоевременную выплату заработной платы, то в такой ситуации работодатель может избежать уголовной ответственности, может быть освобожден от нее. Спасибо большое. Оксана Вячеславовна, такой вопрос. Чем отличается трудовой договор от гражданско-правового договора? И, пожалуйста, расскажите, на что нужно обратить внимание работников все-таки в случае заключения гражданско-правового договора? Несомненно, на сегодняшний день гражданско-правовой договор, он для работодателя является более выгодным. Поскольку работодатель не несет обязанности по выплате пособий в случае наступления нетрудоспособности, в случае предоставления отпуска работнику и иные компенсационные выплаты, они не выплачиваются. Но при этом работники зачастую соглашаются на заключение гражданско-правового договора, потому что полагают, что те выплаты, которые им установлены, они будут выше, чем заработная плата, которая могла бы быть определена трудовым договором. Но при этом зачастую в силу незнания работники, они соглашаясь на выполнение своих функциональных обязанностей именно в условиях гражданско-правового договора, не подозревают, что по итогам определенного отчетного периода им придется уплатить подоходный налог с суммой вознаграждения. Ну и что касается подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, можно с уверенностью сказать, что основное, на что следует обратить внимание вновь устроенному на работу сотруднику в рамках именно такого договора, это, конечно же, подчинение внутреннему распорядку дня. Если работник изо дня в день, подчиняясь общему трудовому распорядку, выполняет какой-то определенный объем функциональных обязанностей, и при этом ежемесячно в определенное время он получает вознаграждение, которое, в принципе, ежемесячно не отличается никоим образом, то, разумеется, здесь речь идет о подмене гражданско-правовыми именно трудовых отношений. За это предусмотрена административная ответственность для работодателя. Но вот все-таки, если человек никак не оформлен, и не идут, соответственно, никуда никакие отчисления, но ведь факт установить наличие трудовых отношений, тем не менее, можно, если, допустим, даже к вам в прокуратуру человек обратился и сказал, ну вот так вот, ну не устроили меня, а я, тем не менее, хожу на работу, исправно выполняю свои обязанности и платят мне зарплату вовремя, а вот не оформлено никак. Вот это нарушение со стороны работника и работодателя. Да, Елена, это нарушение. И зачастую такие обращения поступают в прокуратуру уже постфактум, когда работник уже не работает у данного работодателя и обратился к нам в целях восстановления своих прав и, возможно, восстановления трудового стажа для того, чтобы работодатель произвел необходимые отчисления на пенсионное страхование данного гражданина. Такой юридический факт, как факт наличия трудовых отношений, может быть установлен исключительно в судебном порядке. Граждане как сами самостоятельно могут обратиться в суд, так и могут обратиться в органы прокуратуры, поскольку зачастую, как показывает анализ судебной практики, при наличии определенных трудностей в сборе доказательств и материалов в обосновании своих требований, граждане получают отсюда отказ в удовлетворении факта, установление факта наличия трудовых правоотношений с работодателем. Но при этом, если человек обращается в органы прокуратуры, то нами, соответственно, по заявлению гражданина сначала инициируется комплексная проверка. По результатам данной проверки нами собирается необходимый материал, достаточный для доказательства наличия трудовых отношений. Это могут быть как и документы контролирующих органов, регистрирующих органов, так и, допустим, свидетельские показания. Но ведь несправедливо получается, Оксана Вячеславовна, сначала человек согласился на такие условия работ и не на какое оформление его трудовых отношений, а потом идет в прокуратуру с жалобами, что вот так же получилось. Но ведь изначально-то получается, он сам был неправ. Елена, я думаю, что человек, ищущий работу, когда у него дома семья и дети, он зачастую не подозревает, какие последствия или каким последствиям в последующем это приведет. Хорошо. И что делать гражданину, если в трудовом договоре нет обязательных условий? Это ведь тоже очень актуальный вопрос, и наверняка именно вот с такими жалобами обращаются граждане в прокуратуру, верно? Да, действительно, такие обращения в органы прокуратуры тоже поступают, когда трудовой договор имеет типовую форму. И эта типовая форма не содержит сведений ни о сроках выплаты заработной платы, а их должно быть не менее двух раз в месяц, ни место выполнения своих должностных обязанностей и так далее. Вот для того, чтобы скорректировать работу организации, индивидуальных предпринимателей, органами прокуратуры инициируется соответствующая проверка, и принимаются меры прокурорского реагирования в виде внесения представления об устранении нарушений. Вот в представлении прокурора отражено все, что нужно работодателю сделать, какие меры предпринять, чтобы работа была именно в соответствии с действующим трудовым законодательством и никоим образом не нарушала ничьих прав. Ну и разумеется, если речь идет о существенных нарушениях, то здесь, конечно же, прокурор обязан просто в силу закона принять меры по привлечению виновных лиц к установленным законам ответственности. А такая ответственность определена Кодексом об административных правонарушениях. Оксана Вячеславовна, очень часто бывает, когда работодатели привлекают работников в выходные дни, праздничные дни и обещают заплатить. Как это должно происходить правильно? Оплата в двойном размере должна быть? И что говорит на это законодательство? И отличается ли государственная структура от частной, я имею в виду условия, либо закон для всех один? Елена, однозначно закон для всех один. И если говорить о государственных структурах, то есть о бюджетных структурах, то в таких структурах реже допускаются такие нарушения, поскольку здесь все дисциплинированы от руководства до исполнителей. И всем известен факт, что, разумеется, любое привлечение работника к трудовой деятельности в выходные дни и в праздничные дни должно осуществляться исключительно на основании распоряжения либо приказа работодателя, с которым в обязательном порядке заблаговременно должны быть ознакомлены под роспись работники. Но вот в некоторых многочисленных организациях, либо ИП, отсутствует, ну, так называемый учет рабочего времени, да? Должен ли он осуществляться? И вот какая ответственность еще и за это предусмотрена? Действительно, при проведении проверок по обращениям граждан, зачастую при изучении документов, первичных документов учета рабочего времени, нами обращалось внимание на то, что отдельные работодатели, действительно имеющие небольшой стаж, либо индивидуальные предприниматели, они не принимают достаточных мер к тому, чтобы вот правильно фиксировать и учитывать рабочее время своих сотрудников. Как правило, имеется табель учета рабочего времени, в котором отражена там пятидневная рабочая неделя, восьмичасовой рабочий день, два выходных. Но при этом, когда начинаем проводить проверку, выясняем, что люди работают совершенно в ином порядке, в системе гибкого режима рабочего времени, посменно. Или, допустим, два рабочих дня, после них два выходных дня. Вот таким образом. И, соответственно, для того, чтобы избежать ответственности, каждый работодатель должен правильно учитывать рабочее время. Потому что все эти факты неверного учета или его отсутствия, они легко фиксируемые в ходе проверок. Ну, так получается, что за неознакомление работников с этими нормативными актами, действующими у работодателя, получается, он несет ответственность за это, да? Да. За неознакомление с локальными правовыми актами, принятыми работодателем, есть, конечно же, общая ответственность по статье 5.27 Кодекса административных правонарушений. Соответственно, рекомендуется каждому работодателю при трудоустройстве нового сотрудника в первую очередь не показывать рабочее место, а ознакомить со всеми действующими локальными правовыми актами и должностной инструкцией, должностными обязанностями сотрудника. Чтобы в последующем никаких вопросов уже по этому поводу не возникало. По факту неознакомления тоже у нас многие работодатели привлечены по инициативе в том числе прокуроров к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. Ну вот и нарушение правил предоставления отпусков. Конечно же, на каждом предприятии существует график. Ну, бывает так, что график не совпадает. Ну, или сдвигаются, или какие-то обстоятельства. И человек в итоге целый год остается без отпуска. Вот здесь как правильно расставить приоритеты, кто все-таки виноват? И чья это зона ответственности работодателя или, конечно, работника? Или, может быть, отдела кадров вообще? Елена, как показывает практика, некоторыми работодателями графики отпусков вообще не издаются и не утверждаются. И, как было принято ранее, считать, что для того, чтобы сотруднику уйти в отпуск, необходимо всего лишь согласовать этот период с руководителем. Но как этого требует действующее трудовое законодательство, нужно до начала очередного года разработать, утвердить и согласовать соответственно с каждым из работников удобную для него дату ухода в отпуск. И в последующем придерживаться этого графика. Ну, а как же, как правило, удобно всем и хочется отдохнуть летом. Но ведь весь коллектив не может уйти летом в отпуск. Как-то нужно распределять. Вот здесь как быть? Согласитесь, такая вот тонкая грань? Ну, такая тонкая грань, она, я полагаю, урегулируема тем, что в этом году человек отдыхает, допустим, в летний период, а на следующий год такая возможность выпадает его коллегам. Да, не могу с вами не согласиться. Ну что же, сейчас предлагаю перейти к вопросам от телезрителей. Но прежде чем мы это сделаем, я все-таки хочу предоставить вам такое слово для резюме. Резюме все-таки о чем нужно знать и помнить работодателям, ну и, конечно, работникам, чтобы права были не нарушены. Елена, я думаю, что основное, что можно пожелать работодателям, это обеспечение защиты трудовых прав своих работников. Поскольку каждое нарушение ими влечет ответственность. Ответственность на сегодняшний день, она существенная для каждого, вплоть до уголовной. Поэтому исключительно читать и отслеживать действующее трудовое законодательство, не скупиться на услуги юристов, поскольку это очень важно в настоящем правовом государстве. И работникам, конечно же, хочется пожелать обеспечить защиту и уважение своих прав. И в случае, если каждый работник чувствует, что его права ущемляются, то он должен принять максимальные меры к тому, чтобы они были восстановлены. Если работник, допустим, переживает за свою работу, то он может сообщить о нарушениях, в том числе и в анонимном порядке. И в ходе осуществления мониторинга органами прокуратуры может быть дана оценка деятельности организации, и ее работа будет скорректирована. Права работников восстановлены. Ну вот, кстати, мы с вами говорили про уголовную ответственность, а мало сказали про административную, в плане каковы штрафы за нарушения. Я, конечно, понимаю, что за каждое нарушение они разнятся, но тем не менее, вот какой-то порог, предел максимального штрафа за нарушение трудового законодательства и нарушение защиты прав работников на предприятии. На самом деле, Елена, законодателям установлены штрафы в зависимости от степени тяжести совершенного правонарушения. Есть административные правонарушения в области трудового законодательства, за которые впервые совершившим их работодателям будет, допустим, применено наказание в виде предупреждения. Но при повторном совершении может быть лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Но в случае, если в течение года работодателям еще раз совершено аналогичное правонарушение, то здесь уже суд может принять меры к приостановлению деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также к дисквалификации должностных лиц на срок от нескольких месяцев до более чем год. То есть вы хотите сказать, что деньгами работодатели не наказывают? Наказывают деньгами в обязательном порядке. Штрафы они предусмотрены, да. Ну, можете назвать вот какие-то цифры? Я сейчас вот конкретно не готова сказать, но примерно это от 5 до 50 тысяч. То для должностных лиц, а для юридических лиц там планка поднимается даже выше. С одного работника, да? За одно нарушение. За одно нарушение. Ну что же, спасибо. Давайте перейдем к вопросам от телезрителей. Вот вопрос присылает работодатель, спрашивает вас, а вот что делать, если сотрудник отказывается ехать в командировку? Если сотрудник отказывается ехать в командировку, то нужно, я так полагаю, определить сначала, возможно ли этого сотрудника заменить иным сотрудником, и есть ли у данного сотрудника какие-то объективные уважительные причины. И если они есть, разумеется, нужно пересмотреть либо сроки этой поездки, либо заменить этого сотрудника другим. Хорошо, следующий вопрос. Также работодатель спрашивает, как вызвать сотрудника с удаленной работой в офис грамотно и без последствий? Ну, я так полагаю, что при завершении удаленной работы работодателям должен быть издан соответствующий распорядительный документ, приказ либо распоряжение, с которым необходимо ознакомить в обязательном порядке сотрудника, находящегося на удаленной работе. Соответственно, заблаговременно, не накануне, а за неделю, допустим, чтобы работодатель был точно уверен, что этот приказ дошел до сотрудника и может быть исполнен. Но это какое-то официальное уведомление, и как его нужно направлять? Наверное, не телефонный разговор, наверное, официальное какое-то письмо, приказ. Если удаленная работа, то на электронную почту или мессенджеры, чтобы убедиться, что статус прочтен. Да, при уходе работника в режим удаленной работы в обязательном порядке от него получается информация, каким способом до него можно любую информацию необходимую довести о деятельности работодателя. Как правило, это взаимодействие посредством электронной почты. Соответственно, все официальные документы, правовые, локальные правовые акты работодателя, они также направляются на адрес электронной почты работника. И таким образом, если письмо направлено в его адрес, работодатель будет считать, что он работника уведомил. Вы знаете, вот такой вопрос. Как передать сотруднику служебный автомобиль? Спрашивают вас, Оксана Вячеславовна. Служебный автомобиль, я так полагаю, что если этот сотрудник водитель, то водителю этот автомобиль передается исключительно на основании сначала заключенного договора о материальной ответственности и, соответственно, с составлением акта приема-передачи транспортного средства. И такой вопрос, как и кому можно установить ненормированный рабочий день? Разъясните, пожалуйста. Ненормированный рабочий день, он, как правило, связан именно с выполнением каких-то определенных видов функциональных обязанностей. И, соответственно, законодателям виды профессий, к которым могут быть применены нормы о ненормированном рабочем дне, они ограничены. Соответственно, не просто по желанию работодателя, а именно в соответствии с действующим законодательством. То есть до применения такой формы работы, такой формы рабочего времени, работодателю желательно проконсультироваться или самому лично этот вопрос изучить. Вот, кстати, в продолжении этого вопроса, какие доплаты и дополнительные отпуска положены за ненормированный рабочий день? Все должно быть четко зафиксировано в локальных правовых актах, с которыми работники должны быть ознакомлены. Знакомлены. Вот вы сказали про государственную службу, а мы совершенно забыли сегодня в нашем разговоре, мне кажется, совершенно напрасно, про роль профсоюзов в защите прав работников. Да, ведь как-то мало сейчас об этом говорится, но вот тем не менее профсоюзы на местах, наверное, тоже выступают в защиту прав работников перед работой. На самом деле, Елена, роль профсоюзов, она сейчас значима и видна. Допустим, у нас в работе межведомственной рабочей группы, которая создана на базе прокуратуры города, в обязательном порядке на каждом заседании присутствует представитель профсоюза, областного профсоюза. Соответственно, все наши проверки, которые проводятся в бюджетных учреждениях, либо в коммерческих организациях, в случае, если такие организации являются участниками и у них созданы профсоюзы, то в таких проверках также принимает участие вот этот сотрудник в обязательном порядке, чтобы оценить полноту, достаточность работы профсоюзного органа в конкретной организации. Поэтому их роль действительно, она сейчас велика. Ну что же, спасибо вам большое. Я благодарю вас за ваши компетентные ответы. Спасибо огромное. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Ну а вы, уважаемые телезрители, сегодня в ходе нашего разговора я уверена убедились в том, что прокуратура защищает трудовые права граждан. Это была программа «Прокурор в теме». Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин